Привет! Это инспектор ЗОЖ в Петербурге. Сегодня мы приехали в комплексную школу Олимпийского резерва «Комета», чтобы взять в руку ракетку для настольного тенниса. Сегодня нас ждет тренировка по любимому в народе пип-понгу. А проведет ее вместе с нами сегодня тренер школы «Комета» Анна Владимировна Игнашева, которая уже 10 лет занимается здесь детьми и знает все секреты этого прекрасного вида спорта. Анна Владимировна, добрый день, во-первых. Здравствуйте. Вот я держу ракетку для настольного тенниса. У меня сразу первый вопрос. Сколько всего есть возможности ее взять? Сколько есть хватов? Есть европейская хвата. Покажите, в чем отличие. Мы ее держим двумя пальчиками. Есть азиатская. Азиатская. А быстро можно прыгнуть к азиатской? Я как-то больше к европейской всегда. Ну, раз мы европейцы, да, соответственно, многие играют. А вы переучиваете детей, если кто-то, например, азиатской берется или европейской? В основном, как научишь ребенка, так сразу они, да, держат. А как лучше все-таки? Может, лучше сразу азиатскую учиться, чтобы бороться с китайцами, корейцами, наверное? Даже сейчас азиаты стали переходить на европейскую падку. Да? А им-то с чего? Они всех побеждают? Вот. Ну, они все побеждают, но в основном здесь кисть хорошо работает. Кисть, да? Да. То есть это более полезно? Да, часть. Вот. И поэтому ноги переходят именно на европейскую часть. Ага. Да. Пойдемте посмотрим, где вас занимается. Туда сейчас началась тренировка. Так, то есть это удары с одной стороны, с другой, да? Подрезки, удары. Подрезки. Да, и сильное вращение называется топ спин. Топ спин, да? Топ спин, да. Вот девочка с моробью. Так быстро можно научиться? Это они занимаются пятый год. Пятый год, да? Пятый год, да. То есть, а когда, как понять, что вот у человека есть предисположенность, есть прогресс? Или как, в какой момент понимаешь, что, или человек вот не с половиной к настольным теннисм, ну, координации не хватает там? Ну, маленькие дети вначале приходят. Первое, что важно, чтобы у них было желание и интерес. Так, ну, к настольному теннису, я думаю, интерес должен быть, потому что он достаточно простой, понятийный. Да. Вот. Потом мы начинаем работать потихонечку с большими мячами, даже применяем мячи для большого тенниса. И смотрим, как ребенок, да. А для чего это? Потому что им проще поймать большой мяч, чем маленький. А, то есть, чтобы у него навык был, формировался. Да. Потом потихонечку на ракеточке начинаем работать. Вот, и уже сразу видно, как ребенок работает с мячом. Вот, как он его ловит, как потихонечку перебрасывает. Смотрите, у вас интересный такой тренажер, да, стоит? Это удары, отрабатывать удары, да? Да, и для начинающих. А можно включить, попробовать? Можно. Я, дело в том, что тоже занимался, ходил настольным теннисом, ну, так, в школе, может быть, не очень серьезно. Поэтому, ну, как бы, руки должны что-то помнить. Вот сейчас мы и проверим. Да, что-то у меня, видите? О, попал. А что? Попал. Попал. А сейчас какая, самая средняя стоит, да, где-то? Самая маленькая. Самая маленькая. А поставьте побольше тогда, чтобы... Так, а если вращение поменять, чтобы чуть-чуть, еще посложнее было? Сколько примерно в минуту вылетает шариков из этого робота? 40-50. 40-50. Ну, что, очень интересно, так, для начала, сразу попробовать. Так, все? Да. Спасибо, очень здорово. Так, а здесь какая-то очень технология хитрая, смотрю. Здесь есть две пушки, то есть одновременно, вот, и два, две пушки выбрасывать мячи. А ты должен две отбивать, да? Да. Так. Ну, они не одновременно бросают, а по очереди. Так, а, ну, тут ведь еще такая хитрая штука есть, которая помогает собирать мячики. Если ты скажешь, ты не будешь пулять по потолку. Да. Вот, то есть, да. То есть, они сразу возвращаются в корзинку, из этой корзинки обратно вам выкидывают. А, то есть, грубо говоря, они попадают сюда? Да. Вот там есть прорезь, да, дырка, и сразу попадает? Да, корзиночка специальная, да. И потом они обратно к вам возвращаются. Можно попробовать? Ух! Ну, вот так вот, таким образом дети отрабатывают элементы. Ну что, очень удобно, хорошо. Очень удобно, да. Турнир проводят, наверное, как минимум раз в неделю. Раз в неделю даже, да? Да, есть турнир. Именно там это КАП называется. Турнир проводит, но он уже Междугородник приезжает со всех городов. А есть в колбасу часто играют дети у вас, Интенев? Да, только она у нас называется Крутиловка. А, видите, как, да? Да, у профессионалов. По профессионалов это Крутиловка. Это как те, кто из мусорного бизнеса говорят, контейнерная площадка, а не помойка. Да, почему не колбаса? Как-то вроде было такое общепринятое. Ну, это в простонародье так говорят. В простонародье, да? В простонародье называется крутилка, то есть ты должен отбить и успеть перебежать в другую сторону. Да, сложно играть с соперником, который все достает, все мячи. Психологически прибивает. Ты вроде бьешь, думаешь, а он раз, протянул руку и достал. Пока у ребят паузу, хотел спросить, а как зовут? Егор. Егор? Сколько тебе лет? Тринадцать. Сколько лет уже занимаешься настольным теннисом? Седьмой год. А почему он сюда пошел? Не футбол, хоккей, фигурное катание? Мне просто понравился сам спорт. Сам спорт, да? А кто-то играл? Папа, брат там, чтобы тебя привел. Ну, папа очень часто рассказывал, как он играл в институте. Так. Ну, и в дальнейшем уже. Ну, если ты седьмой год занимаешься, то значит тебе нравится, все получается. Ну, планируешь... Ну, еще получается, конечно. Ну, планируешь, может, связать с настольным теннисом будущее? Обыгрывать корейцев и китайцев? Да, китайцев хочется обыгрывать. Знаешь, какая хитрость, что, блядь, китайцы, как меня учила одна знающая тренер. Надо увидеть страх в их глазах. Тогда ты победил. Успехов. Девочка с роботом, да, и она покажет вращение? Да, ученица покажет, как-то вот справа, Соня, в Софии, да. Вот сейчас София покажет нам, какие есть удары с вращением, да? Вот девочки, они серебряные призеры в команде по 2007 году. Да, в Софии, в Софии, в Софии, в Софии. Ну, чувствуется, что, да, их уровень достаточно высок. В чем вы видите, вот секрет, почему европейцам тяжело компьютериться китайцам? За счет чего? Это техника отставания? Какой-то менталитет? Или это в голове что-то? Вот как научить Веронику, чтобы она побеждала китайцев? Это, в первую очередь, работоспособность. Так. В первую очередь. А во вторую, то, что у них это национальный вид спорта, и они уже начинают вот с трехлетней заниматься настольным теннисом, и у них есть интернаты. То есть у них дети живут при интернатах и там занимаются. Со скольки лет? Ну, я думаю, что уже где-то с шести лет. Что мне еще здесь нравится, что большие расстояния между столами, когда я в детстве занимался, там чуть ли друг на друге нависали. Ну, ставили впритык столы. Здесь же, смотрите, сколько получается. Ну, грубо говоря, раз, ну, полтора метра между столами, да? То есть это такое комфортное. Это стандарт считается? Или вы так просто ставили, что считаете, что комфортно? Это комфортно, да. Комфортно, то есть никто никому не мешает. Даже если мячик там улетит. Вот, смотрите, играет, оп, держи. Играет ребята, да, на двух столах параллельных, и абсолютно они автономные. Вот, поэтому, я думаю, смело тоже можно поставить в центр кометы, вот за этот зал настольного тенниса, тоже твердую пятерку. Я думаю, вот, девочки, которые сейчас играют, меня охотно поддержат. Ну, вот смотрите, еще здесь абсолютно такая демократичная, да, атмосфера. Вот мы пришли к столовому углу. Здесь тренируются девушки-мастера спорта. Там дальше, в том углу ребята, которые только делают свои первые шаги. И вот, в том числе, вот, Миша, да, мальчик, которым познакомился, шестилетний. То есть все рядом вместе занимаются, никто никому не мешает. Видите, у профессионалов все огорожено. Вот, они абсолютно автономно занимаются, тренируются. Вот. А рядом здесь же, вот, ребята, вот, недалеко делают свои первые шаги. Можно прийти в зал и тренироваться, как бы, а можно подходить ко всему с душой и создавать комфорт еще и себе, буквально, да даже не в мелочах, а в очень важных вещах. Вот, смотрите, один из тренеров Кометы сделал вот такой, вот, как я сказал, гамачок для мячиков, шариков, гамачок для шариков, куда улетают шарики. И все, их не надо собирать вот там вот дальше, вдоль трибун, по всему залу. Очень удобно и комфортно. Как на футболе такое ставят за воротами, чтобы мяч не улетал, так же и здесь. Это защитные шпы. А где они, покажи. Водорожные. Так, а от кого или от чего они защищают? Они, можно сказать, подалит этот мяч, ты принимаешь мяч, и он летит совершенно другой, не так, от гладких накладок. Ага. Летит более мащенный. А, то есть более, сложнее принимать эти мячи, да? 0,2. Подаешь. 2,0. Да, такие подачи сложновато принимать. 3,0. Ну ладно. Ах, 0,4. Ну что, возьму ли я хотя бы одну очко? 0,5. Ну это хитрая ракетка с шипами, к ней надо приспособиться. Друзья, мы сегодня побывали в прекрасном месте, в центре кометы, я уношу прекрасные воспоминания, впечатления. И надеюсь, что когда-нибудь я сюда снова вернусь, но уже не снимать, а просто поиграть. С Даниэлом мне, конечно, еще рано играть, это не прямой уровень. Но, может быть, я найду себе здесь соперника, себе по силам. Благо, желающих играть здесь хватает. Всем спасибо, всем пока. 25 баллов всего. Это максимальная оценка. Было бы 50, было бы 50.